Всем привет, с вами Фадеев Руслан, WWE Vlog, и у нас началась неделя Реслмании. Уже состоялась церемония введения в зал славы, а сегодня ночью стартует двухдневный NXT TakeOver Stand and Deliver. Два дня потрясающего рестлинга от жёлтого бренда, что может быть лучше? На прешоу заявлен женский поединок Тони Шторм против Зоуи Старк. Тони уже растранжирила все свои шансы на чемпионство, а вот Зоуи, хоть и совсем недавно подписала контракт с WWE, уже провела несколько матчей против топовых девушек дивизиона. Подозреваю, что её будут продвигать и дальше, так что поставлю на неё. В первый день шоу нас ожидает интересная Заруба, Кушиды и Пита Дана. И хоть особого сюжета за этим не стоит, в моём восприятии они шикарно подходят друг другу именно по стилю рестлинга, а значит мы почти наверняка получим отличный матч. Явного фаворита здесь я не вижу, но отдам предпочтение британцу. Также сегодня пройдёт необычный матч Gauntlet Eliminator, этакая смесь обычного гаунтлета и королевской битвы в миниатюре. В этом поединке определится первый претендент на североамериканский титул, который получит тайтл-шот уже на следующий день. Самый удачный номер себе заработал недавний дебютант LA Knight, но моим главным фаворитом является Декстер Люмис, который уже давно вертится около Горгана и его друзей. Думаю, у него неплохие шансы добраться до чемпиона. Новые командные чемпионы NXT определятся в трёхстороннем поединке, где кампанию финалистом Кубка Дасти составят латиносы из Легадо Дель Фантазма. Получилась довольно несправедливая ситуация, когда обладатели Кубка MSK так и не получили свой тайтл-шот и будут биться за пояса наравне со всеми. По-хорошему они и должны выигрывать титулы, хотя нас вполне могут обмануть и отдать победу Гризлт Янг Ветеранс. Любому варианту я на самом деле буду рад, но поставлю всё же на MSK. Пожалуй, самым жёстким матчем первого дня, а может и всего тейковера, станет битва Вальтера и Томаза Чампы за титул чемпиона NXT UK. Я ожидаю бескомпромиссную бойню, в которой Чампа будет буквально бросаться на амбразуру, не жалея себя, но в итоге так и не добьётся успеха. Титульному рейну Вальтера пошёл уже третий год, и я всё ещё не вижу возможных преемников. Мейн-эвентом первого дня станет матч за женский титул NXT, и у Ширай предстоит, вероятно, самая тяжёлая защита от мощной и опасной Ракель Гонсалес. Мне очень понравилось, какой путь проделала Ракель за последний год. Из обычного телохранителя она выросла в полноценную исполнительницу, вполне готовую к титулу. Кстати, уже на следующей неделе в NXT должна дебютировать Тая Валькирия, и она наверняка сходу ворвётся в гонку за титулом, но именно здесь я поставлю на победу Гонсалес. Если кто-то пропустил, в NXT появились свои женские командные титулы, и во второй день Шотцы Блэкхард и Эмбер Мун будут защищать их от женской половины группировки The Way. Пожалуй, этот матч я жду меньше остальных, да и само введение этих титулов я считаю сомнительным решением. Надеюсь, девушки покажут достойный рестлинг, а чемпионской смены я бы не ожидал. Что касается уже упомянутой выше защиты североамериканского титула, здесь, конечно, всё непросто, как минимум потому, что я ещё не знаю, кто в итоге победит в гаунтлете, но если это будет Декстер Люмис, то я бы на самом деле посмотрел на него в качестве чемпиона, это было бы как минимум необычно. А Джонни и так не пропадёт, титул ему сейчас не особо-то и нужен. Чемпионство полутяжей редко привлекает к себе особое внимание, но на этот раз нам заготовили очень интересный матч, ведь два легитимных полноправных чемпиона, Сантос Эскобар и Джордан Девлин, будут выяснять, кто же из них останется неоспоримым обладателем этого титула, причём это будет матч с лестницами. По-моему, звучит просто идеально. Если честно, я уже так привык, что у нас есть две версии титула полутяжей, что пока сложно представить, каким будет его будущее, но я бы поставил на Джордана Девлина. Мне кажется, ему эта победа нужнее. До сих пор не могу смириться с тем, что неоспоримой эры больше нет, но зато завтра нас ожидает интереснейший поединок бывших друзей, несанкционированный матч Кайла Орайли и Адама Коула. У этих ребят история взаимоотношений ничуть не менее интересная и насыщенная, чем у Кевина Оуэнса и Сэми Зейна. Ещё до NXT они провели дюжину матчей между собой, и вот это противостояние вышло на новый уровень. Жду очень эмоциональный бой, и хотелось бы верить в победу Кайла. Он это заслужил. И, наконец, матч за титул чемпиона NXT – Финн Баллар против Кэрриана Кросса. Для меня это один из самых интригующих матчей тейковера. Закончится он может чем угодно. Финн очень достойный чемпион, но с таким соперником судьба его ещё не сводила. Кросс до сих пор никому не проигрывал, но дадут ли ему второй шанс после травмы, которая испортила его первый титульный рейн? Вопросов очень много, а ответ мы получим только на самом шоу. Я поставлю на Кросса, но буду готов к любому исходу. Вот такой большущий праздник рестлинга нас ожидает в преддверии Рестлмании. Не знаю, как я переживу целых 4 бессонных ночи за одну неделю, но это шоу я пропускать не собираюсь и вам не советую. Залетайте на наши стримы ВКонтакте, вся информация есть в описании к видео. Ну и как всегда желаю всем хорошего настроения и отличного шоу. Пока!